как бы тест штатива заодно сейчас запишу вам этот самый обзор еды очередной всем да привет что-то я думала что он как-то это пониже опускаю как-то вообще не то совсем полностью выдвигаю тоже как-то странно ну вы там это скажите если что потому что мне то в принципе у нормальной из монитора шастала сегодня в дикси вообще мне дикая адовая мигрень у меня снова этот растет какой-то этот зуб не молочный продолжает расти я во первых не знаю когда делать этот вам этот ваш стрим в это воскресенье вот воскресенье сегодня значит у меня там пара таких мелких дел плюс я еще хотела немножко в перевод успеть или и хотя бы лечь пораньше в среднее время мне что-то вообще нихрена не получаться то в три то в два засыпаю как-то это мне вообще не нравится то что так получается и ванну мне получается не получается сделать постоянно полежать там ней и еще что-то и в общем я конечно выйду сегодня в этот ваш эфир но наверное не более чем на час а если будет такие вот паузы когда это вот периодически бывают я просто не знала как на это реагировать и наверно было тупо вырубаться когда пишут пишут каменты а потом минуты две молчания то я сразу как бы вырублюсь даже раньше если это будет меньше чем час вообще я туда шла тупо за контейнером каким-нибудь квадратным что у меня раньше была формочка под этим мыло прямоугольная или тупо квадратная которую я резала потом на прямоугольничке но куда-то она у меня уфинтилилась за древностью лет и вот я там увидела такой контейнер они там по 49 шли всякие разные вот я его купила тут такой квадратненький его просто удобнее потом порезать чем вот вчера я делала мыло специально типа на заказ прямоугольная и мне пришлось там ну не очень удобная мисочка пришлось срезать лишнее чтобы более-менее ровно прямоугольник потом я там увидела рыбу мне еще тетя моя говорила значит типа это купи какую-нибудь другую но попробуй а я не помню пробовала этого паутуса не пробовала учитывая что я вроде как стабильно варю ее сейчас вот это я хочу попробовать зажарить на свином жире без всякого там обваливания во всякой муке хотя и мука у меня есть яйца если молоко есть и сухари наверное тоже есть если их помельчить в общем это у нас чутон там не знаю мне вообще где-то чех был но у меня все это вышло где-то на 800 или 800 чем-то или 800 ровно но я там кое-что еще купила короче это у нас полар паутус филе пять процентов типа этого люда льда воды и остальные 95 рыбки вот хочу посмотреть как оно вообще будет потому что я еще тилапию купила в общем 100 чем-то но было то ли 120 то ли как-то так тут 400 грамм я купила себе печенье очередное хотя у меня еще там пачка не доеденая пол пачки вот такого есть он тупо было по скидке по 12 рублей решила чтобы и нет потому что в пятерке тогда себе брала или в магните уж не помню по 25 она была увидела я блинчики вообще я тупо когда шла туда я поняла что уже есть хочу я зашла по пути в аптеку мне надо было мятное масло потому что оказалось что у меня его нету у как бы мигрень периодически надо мятным маслом удобрять с другой стороны у меня там делик заказали с мятным маслом ну как бы пришлось пилить а рядом как раз вот эта аптека рядом в том же задании дикси я зашла и вот когда уже туда зашла его видимо постепенно начинала хотеть есть потому что за 32 с копейками купила блины состав у них хоть и нормальный тут блины 9 штук есть такие с пыложару там восемь штук я как-то покупала и ну общем реклама их тут на все готовенькое называется блинчики без начинки 9 штук время приготовления 2-4 минуты но это типа микроволновки конечно я уже дня три собиралась сама сделать блинчики но опять же как вначале видео говорила что-то у меня как-то со временем не состыковка так может от дня рождения все никак не отойду тут вода питьевая мука пшеничная хлебопекарская высшего сорта масло подсолнечное рафинированное дезодорированное молоко сухое сахар песок соль сыворотка молочная сухая хлитери короче в кубочках сода пищевая вполне нормально я все хотела дойти до ермолина купить этих каких-нибудь блинов но я помню когда их начинаю есть или куплю вроде как с расчетом на неделю я их могу за два дня скомячить а тут уж увидела думаю чё бы нет 32 рубля все-таки золото европы тертый сыр для макарон вкусно натурально изысканно 99 с копейками грубо говоря 100 рублей 300 грамм в пятерке он в пятерке в диксе он был а я как раз что-то тут на днях макароны варила еще картошечку может будут снова делать горшочки микроволновки вот с картошечкой очень хорошо все лимончик купила у меня вообще там и лежит лимончик но мне кажется что нужно столько высох и потому что про него забыла хоть он и в холодильнике короче этот воск я еще сегодня вот то чё вот эти два мелких дела то вот дезик но я вообще планировала делать дезики себе про запас но раз уж человеку тут понадобилось заказалась а то решила как бы сделать ну не только себе про запасную человеку а еще бальзам точнее вот для ногтей у меня там просили и себе тоже хотела и вот так как я уже там примерно состав себе накидала чего я хочу сделать то вот лимон туда помимо эфирного лимонного масла хочу еще и сок лимона потому что как-то дело себе давно с лимонным соком именно очень хорошо и вообще лимон считается для ногтей хорошо чего ж тут у нас еще а вот это у нас по 138 она была 138 рублей 600 грамм упаковка тут в общем у нас где она тут филите лапи и тоже типа 5 процентов вот самой вот этой заморозки льда или чего-то там думаю что то сухая заморозка и уже 95 процентов грубо говоря написано 570 грамм сама рыба будет если с нее снять вот эту заморозку это у нас фирма какая-то остров экофризм в общем экологическая заморозка технология сохраняет вкус и полезное свойство рыбы и морепродуктов в общем я решила закупить ее тоже и еще у меня там кто-то как-то просил видос заснять как я варю эту рыбу вот думаю может быть сегодня на ужин и сварю себе хотя у меня еще обеда не было ибо я как-то забыла ну и пакетик тоже этот дикси у меня был с собой пакетик но когда увиделась как у меня выглядит эта рыба и сколько всего подумала что мне тупо пакетик это все не влезет и вот почему у меня было все это на 800 с хвостиком увидела я оригинал буши да вообще в диксе первый раз вижу этот буши да буси да вообще да бусидо оригинал не там оригинал ну вообще у них написано было буши оригинал кто-то мне вопил в каментах негативно под каким-то моим плейлистом про кофе что типа это дело от швейцарии а не япония но изначально эта марка была японская если на то пошло так что это это человеку если вот мне такие прикалывают которые сначала спрашивают потом я лучше тебя знаю вообще знаете я заметила столько хамство в россии вот настолько люди охамели что у некоторых это хамство настолько в крови что они даже не понимают что они хамят я иногда пытаюсь как-то реагировать ну как-то ну кнуть носом это невежливо что человек ты хамло да это как-то ответить в стиле хаму в таком ну допустим наезжают на меня его ну как же вот было же по-другому как-то согласились с этим а потом понимаю что это бесполезняк и человек даже не поймет что это хамство было у него и что он просто настолько хамло что уже в квадрате в кубе и так далее это просто сейчас помнила в общем она была там триста восемьдесят чем-то я сто грамм до апреля точнее до наверное все таки апрель да потому что тут день стоит короче сделан 20 декабря прошлого года и до 4 декабря двадцатого года это у нас арабика богатый вкусный букет вкусовой букет швейцария сейчас я верну у меня он уже был я просто мне заканчивается розовый но мне что-то на розовый задушила забы на зоне за 600 покупать я думала может кто мне подарит но что-то мне никто не подарил ред у меня еще стоит где-то на половину полный ред кстати вот он реально такой крепенький там пол чайной ложки на чашку за глаза и уши этот я не помню уже какой но я увидела решила почему бы нет я еще помню тогда розовый по баллам заказывала на зоне он тоже выходил где-то в 370 как то так я подумала что у него наверное цена примерно сама по себе 350 просто люди такую накрутку делают если уж дикси где на все продукты накрутка охренительная ну по сравнению с другими сетевухами я имею ввиду сетевые магазины в этом плане то думаю что он наверное так где-то и стоит ну почему бы и нет за хрена платить 2 раза больше если вдруг мне приспичат хотя у меня есть еще молотый кофе от лены которая из москва-терабинска и еще там у меня кофе оро в зернах лежит но он как бы до 20 года стоит есть не просите потом это гуси да гуси да галалаля в общем мне очень нравится все эти его эти разновидности так что я решила купить решила обозреть раз уж я его купила но заодно протестить этот штатив короче сейчас я вот это все выложу пойду наконец-то покушаю Голова у меня так и не прошла Ну и Вы там скажите, как вам нормально Вот этот Высоко-невысоко В общем, или лучше Все-таки на верхотуре там Потому что тыркаться-то я, наверное По-любому буду в монитор Потому что каменты ваши Я хреновенько вижу, они мелкие Даже если их слегка увеличивать То все равно придется тыркаться как-то Всем спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok